Перекресток улиц Революционной и Дюковской в местечке Авдотина всегда был проблемным. Утром и вечером поток машин такой, что неизбежны заторы. Два года назад в администрации пытались решить эту проблему, изменив направление главной дороги. Но эксперимент завершился полным провалом. Прямо неудобно ехать. С утра пробка вообще это самая конечная. То есть мы стоим тут, едем минут 10, наверное, до сюда. Не стало лучше однозначно. Надо здесь ставить светофор. Вот и все. И все решится тогда. А так здесь по утрам, вечерам, как был, затор так и остался. Вот и все. Спустя два года у жителей микрорайона, да и не только у них, появился повод для радости. На перекрестке установили современный светофорный объект. Его стоимость порядка миллиона рублей. Здесь два фактора. Первый, конечно, это обеспечение безопасности движения, в том числе и пешеходов, потому что находятся социально значимые объекты, детский сад, школы. И, конечно, это увеличение пропускной способности. В рамках предпроектного обследования были изучены транспортные потоки их направления. Поэтому выбрано несколько фаз регулирования. Они будут зависеть от времени суток и дня недели. Конечно, учитывая, что в районе спальни будет рассчитана фаза регулирования больше на зеленый сигнал для транспорта, и потом уже будет нормальный режим работы в течение дня. Была на этом участке еще одна вечная проблема – уклон. Ее, конечно, не решили, но существенно облегчили жизнь автолюбителям. Революционную расширили еще на одну полосу для поворота на Дюковскую. Так поток машин, движущихся в микрорайон, не будет тормозить остальной транспорт, в том числе общественный, едущий в прямом направлении. Мы выполняли работу по устройству переходной скоростной полосы, порядка 250 квадратов устройства корыта, песок, щебень, асфальт, установка бордерного камня. Работы выполнены на 100%. Установка светофорного объекта уже на завершающей стадии. Сейчас его подключают к электросетям. В спящем режиме автоматического регулировщика запустят на следующей неделе. А полноценно долгожданный светофорный объект заработает до 20 ноября. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново.